Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то, по каким-то причинам, президенту пришлось бы отказываться от визита в Армению. Говорят о том, мы вообще тратифицировали МУС, и в случае, если Путин к нам приедет, мы его арестуем. Какой-то депутат по имени Гагик сказал. Объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, теперь будут искать на стороне. Друзья, всем привет. На сегодня историческое событие произошло. Россия официально, можно сказать, потеряла своего одного из очень немногих оставшихся союзников – Армению. Армения ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, и это вызвало истерику в Кремле, что теперь, если вдруг Путин решит посетить Ереван, как он делал еще год назад, то его арестуют. Вот такой союзник по ОДКБ, где тебя могут арестовать. Как вы понимаете, это совсем не радует Путина, и истерика там знатная. И уже даже стали задерживать армянский коньяк на границе, но это мощный ответ, настоящий сверхдержавы. Так, друзья, сейчас расскажу вам подробно, не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка, вы знаете. Это важное видео и важно, чтобы Бог как можно больше людей увидело. Сегодня парламент Армении ратифицировал римский статут. Что это такое? Это статут о создании Международного уголовного суда. Это означает, что Армения становится участником Международного уголовного суда и несет обязательства. В частности, например, есть такое обязательство. Если Международный уголовный суд решает кого-то задержать и выдает ордер, то Армения, как страна ратифицировавшая, должна это исполнить. Но вот есть такой преступник, которого ищет Международный уголовный суд. Его зовут Владимир Путин. И посмотрите, как происходило голосование в парламенте Армении. Орненки, нарушение, 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 нарушение и нарушение, и нарушение, нарушение, нарушение и нарушение. Как вы видите, проголосовали там все. Ну, может быть, вы не знаете армянский язык, я вам все объясню. Проголосовала вся правящая партия, а депутаты от оппозиции, их там 25, они в участии в голосовании не приняли. Решение принято большим, серьезным большинством. Ну и тут же сразу понеслась истерика. Пиусы, Путина, Песхов сообщил, что это откровенно враждебный шаг. И ой-ой-ой-ой-ой, послушайте. Ну, мы, безусловно, это не то, что мы приветствуем, но Армения суверенное государство. И мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными. Дальше он сказал, что Путин бы, конечно, хотел ездить и в Армению, ничего не нарушить, дружбу между народами. Ну, в общем, послушайте, как дальше бомбит Пескова. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визита в Армению. Армения – это наш союзник, дружественное нам государство, наш партнер, и, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к руководству Армении, к действующему руководству Армении, конечно, у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Кримскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение. Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении Пушиняна о том, что решение Армении присоединиться к Кримскому статуту было связано с недостаточностью инструментов УДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Ну и посмотрите еще на лошадиную голову Лаврова. Великая их внешняя политика. Посмотрите, какое фиаско. И вот он стоит и говорит, что, мол, никакая временная администрация, она типа, что временное правительство Пушиняна, значит, она не перечеркнет дружбу между российским народом. Что это вообще такое? Там говорит российским, потом русским народом. Даже путается. Значит, и армянским народом. Послушайте, как лошадиная голова жалуется. И как ему больно и обидно. У него прямо на лице все написано. Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, теперь будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор. Выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России, и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить. Ну вот так, так исчезают сверхдержавы, потому что что это за сверхдержава без союзников? Ну а что это за союзник, который готов арестовать президента своего союзника? В случае, мы говорим о Путине. Ну уж точно не похоже это на союзника, и это всем совершенно в мире очевидно. Российские пропагандисты, конечно, пишут, да что, ну, во-первых, там возмущаются, что это недружественный шаг, посмотрите скриншоты, вот другие. Ну вот слезь Витязева говорит, хочу посмотреть, кто, мол, Путина рискнет задержать, мол, не бывает такому. Но вот она это пишет, но вот ее коллега по пропагандистскому цеху Мардан считает абсолютно иначе. Он говорит, что вот эта маленькая Армения, как он пытается унизить Армению, что был ваш большой друг, теперь такая маленькая Армения, но он как-то не уверен, что никто не рискнет задерживать Путина. Послушайте, как бомбит Мардана. К вопросу. А есть еще Армения тоже посмотреть, маленькая такая Армения. Но даже Армения, которая входит УДКБ, которая является членом Евразес и вроде бы как официально военно-политическим союзником, представители правящей партии, говорят о том, а мы вообще тратифицировали МУС, и в случае, если Путин к нам приедет, мы его арестуем. Какой-то депутат по имени Гагик сказал. Ну а что главная армянка России? Маргарита Симонян. Ну, вот и армянка, конечно, там с вопросами. Ей запрещен въезд в Армению. Ну, а что же она? Ну, она постоянно критикует. Да, понятно, ее уже туда не пускают. Ну, в общем, такая себе армянка. Да и вообще у нее настроение совсем не очень. Совсем не очень. Она недавно до того договорилась, вообще сказала, что у армян ничего не было, пока, значит, их русские к ним не пришли. Ну, то есть многотысячелетняя история армянского народа, одно из первых вообще христианских государств на планете. Ну, это все ничего, значит, пока из московских болот, значит, не пришли они. Ну, дикая, конечно, история. Так вот, она, у нее вообще ей не до этого. У нее настроение плохое. Когда закончится война, она говорит, я не знаю, когда закончится война. Да и чем, не знаю. Только вот ядерки пугает. Послушайте. Каждый день меня спрашивают, чем все это кончится, когда все это кончится, чем все это кончится. Родненький, я понятия не имею, чем все это кончится. Опять же, я не сижу в высоких кабинетах, в бенштабе, где бы то ни было. Ну, я просто анализирую. И анализируя, я не вижу никакого этому конца, не исходя из того, что хотим мы, а исходя из того, что делают и будут делать они, они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень-очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня. Вот пока они не поймут эту, как у них это есть в языке imminent, то есть неминуемую, такую наползающую мгновенную угрозу, пока они ее не увидят, они не остановятся. И будут и инструкторы, и инструктора, и ракеты дальнего действия, и истребителей, и you name it, опять же, как они говорят. Да, вы только назовите, чего извольте, все это будет. А дальше вообще гениальная идея, которая показывает, что она уже окончательно сошла с ума. Она говорит, а давайте взорвем ядерку над Сибирью. О, ребята, так давайте, это будет, я как я прыгра самогутство, ну, совсем не прыгра, то есть отлично, ну, взорвите там над собой, говорит, давайте взорвем какую-то бомбу, чтобы у всех пропала связь, и, значит, и сломались все, вся электроника в мире. Ну, понимаете, кто о чем? Ну, а у Симонян вот такие гениальные идеи. Послушай. Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерные зимы, которые все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра. Все спутники. Вот эта камера, на которой меня сейчас снимают. Вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все. Мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. Двушечка, или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Но, как вы видите, настроения аховые. С одной стороны, теряют последнего союзника, ну, а кремлевские пропагандисты теряют последние мозги и предлагают уже убиться об стену. Знаете, это напоминает назло, кондуктору поеду я пешком, или назло бабушке отморожу уши. Это приблизительно сила логики. Ну, что ж, вам вперед, давайте, добивайте уже себя. Мы будем этому все только рады. Мир без вас станет, даже не чуточку, а сильно лучше. Друзья, пишите, что вы обо всем этом думаете, делитесь этим видео. Здравствуйте, держим строй!